приветствую вас дорогие друзья сегодня день спасения сегодня бог может все изменить в своей жизни и я обращусь к слову божьему зачитаю местописание исайя 57 глава 15 стих ибо так говорит высокий и превознесенный вечно живущий святой имя его я живу на высоте небес его святилище и также сокрушенными и смиренными духом чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных невероятно замечательное местописание бог показывает свое жилище где он живет он он живет в небесах он показывает здесь свое величие он живет в святилище то есть он показывает свою высоту и потом неожиданно бог опускается к человеку и говорит где он еще живет и на удивление он живет где в смиренном и сокрушенном сердце в послушном сердце знаете я заметил такую вещь что бог всегда может помочь человеку с любой проблемой с грехом с чем угодно но единственное куда бог не не имеет скажем так возможность войти или действовать где там где его не пускают там где с ними соглашаются там где есть ропот бунт непослушание бог хотел бы поменять ситуацию но он не может насильно действовать поэтому господь говорит условия что смиренный и сокрушенный это значит успех это значит бог придет бог начнет все менять исцелять восстанавливать если есть какой-то грех тима зависимость все уйдет смирение и сокрушение самое главное наблюдая за людьми я вижу как одни просто погибают погибают они сейчас погибли уже те люди с которыми я пересекался в те люди которым я говорил перестань грешны ведь тем людям которые я говорил ты должен все поменять и сделать вот так вот так вот так но знаете что было бунт непослушание свое мнение что является гордостью и человек просто не соглашался знаете если люди иногда частично соглашаются а частично не соглашаются знаете слову божьему и помазанию божьему который имеет пастор служитель нужно полностью подчиниться чтобы иметь результат я говорил одному человеку помню иди в репцентр тебе нужно освободиться от алкогольной зависимости ну мне там некомфортно к сожалению он сейчас умер от этой зависимости помазание боже учила меня но человек не имел смирения и умер потому что дьявол пришел украсть убить и погубить и бог говорит я приду к тебе я справлюсь со своим грехом но мне нужно твои смиренное сокрушенное сердце смиренное сокрушенное сердце я живу на высоте небес и в сокрушенном сердце знаете чего нам не хватает порой быть открытыми как где дети быть открытыми как дети они смиренные в основном они они послушны они доверяют иисус крик будьте умилитесь будьте как дети это вот это смирение когда ребенок он послушается мы все хотим благословения от бога мы хотим чтобы жизнь менялась чтобы чтобы бог с нами был благословлял нас но бог говорит я буду с вами я буду вас и буду менять и действовать и все менять если у тебя будет смиренное сокрушенное сердце если тебе нужно покаяться сейчас давай покаемся давай вместе произнесем молитву покаяния будь смиренный сокрушен и бог придет твое сердце и изменит всю твою жизнь но бог живет на высоте небес и в сокрушенном и смиренном сердце как смириться это твое решение смириться это твое решение поверить что бог он великий хочет для тебя добро он хочет благословить тебя хочет сделать тебе максимум добра чтобы тебе было хорошо здесь на земле смирись так говорит его писание покайся давай помолимся вместе повтори за мной слова иисус прости все мои грехи аминь 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 ты можешь еще помолиться и принять решение с этого дня жить с богом с этого дня молиться читать библию ходить в евангельскую церковь общаться с христианами и ты увидишь как скоро твоя жизнь изменится я благословляю тебя именем господа иисуса христа аминь я благословляю тебя детали есть